Знаете, что я заметил? В основном у нас, как принято рассуждать, что мужчинам, как правило, требуется одно от женщин. И это одно кекс называется. Кексом. А женщины, следовательно, кекса не хотят. Они все хотят брака. Тебя охмутать, хлопец. Охмутать. А все мужики брака не хотят. Сейчас такой мир. Они хотят только кекс. Им нужен только кекс, а не брак. Причем желательно как можно больше кекса, чтобы он был как можно чаще. И как можно большее количество, с большим количеством женщин. Разных, разновидностей. Все, все, все. Но я как мастодонт в онлайн-знакомство с таким себе успехом могу вам сказать, что это брехня по ходу прессы. Це брехня. Вот даже начинаешь уже на что-то серьезное намекать, прямо в переписке. Девчонка начинает отмежевываться от тебя, боится. То есть серьезность, переданная тобою в сообщениях форматом онлайн-общения, она отпугивает. И даже вот если так вот напрямую спрашиваешь, ну рассказываешь, что я хотел бы серьезных отношений, тебе тут же на перебивочку дама говорит, пишет, да? Я вообще, если честно, ничего серьезного не ищу. Точнее, ничего не ищу уж тем более серьезного. И вообще, я тут так, знаете ли, у меня подружки зарегистрировали, чисто переписываться я тут. Ну, смотреть картинки, короче говоря. Общаться. Общаться. Онлайн-го. И ничего серьезного. Какая там свадьба? То есть парадокс, да? Казалось бы, вот, единственный, я единственный парень в мире, единственный парень в мире, который не годится с этими кексами. Мне, по сути, эти кексы, они, все эти кексы, они особо-то и не нужны. Не не нужны, а особо-то не нужны, да? Для меня, действительно, главное, вот я так воспитан. Я сам, это самовоспитание, плюс воспитание, да? Ну, больше тут, конечно, самовоспитание. Воспитан. Серьезно. То есть я настроен на серьезные отношения. Не буду называть это браком, да? Подождите, вот, насчет, насчет брака вообще. Пока забудьте про это. А вот именно серьезные, длительные отношения с одной партнершей, мне не надо, мне нахрен не надо, вот это вот, чтобы со всеми там, сям, в барах, в ресторанах, в клубах заниматься кексом. У меня вот это вот количество телок, ну, как бы, что-то вот не вставляет в меня все это. Не вставляет. По меркам нынешнего времени, из-за этого я терплю постоянное поражение. То есть, действительно, можно скрывать свои намерения, можно не скрывать. Ну, как ты будешь скрывать с той же стороны намерение, если ты очень сильно хочешь кексов? Ты же не будешь обманывать, я думаю. Ты сразу же так вот будешь действовать сообразно своим мечтам, желаниям, потребностям, да, низменным, не низменным, верхним, верхним, небесным. Так это здесь вот. Говорю вот. Либо я там в описании делаю, что мне нужны серьезные отношения, и сразу же меньше активности, нежели чем если бы я вообще это скрыл, и там просто от балды что-нибудь написал, вот я то-то, сё-то более подробно там о себе в ЛС, да, Land Cruiser, ну, это тогда уж, ЛС, да, W-V-H. Значит, ситуация что-то выгодная в обществе, чтобы все думали, да, вот нам, чипанули нас, что все девушки готовы и хотят серьезных отношений. Нет, не все. И уж кто там сидит на сайтах знакомств, в основном, я вообще не знаю, что вы ищете девушки, вот вы мне скажите, пожалуйста, вот вам в день пишут, вот там, ну, по 20, по 30 новых парней. Вы как вообще из такого количества зашибательного собрались выбирать себе? Это уже там, вы вообще забыли, у вас только критерии растут все больше и больше к будущему, к вашему предпочтению, к вашему мужчинке, да? И вы уже потихонечку, у вас все размывается, мировоззрение ваше, и вы уже и не хотите по ходу ничего серьезного, да? По поводу, хотят ли девушки кексы там, вот, ну, понятное дело, что никто не хочет из девушек казаться ше, шмарой, да? И на первом же свидании, и так далее. Ну, возможно, да, есть такие парни, которые там, подводят к этому, да? И девушки, если, как бы, у них это немножко загорается, то, как бы, почему бы нет, да, если да? В общем, ну, абсолютно деструктивная ситуация, абсолютно деструктивное общество, и я в нем терплю неудачи. Вот именно вот из-за этого, то, что я настроен серьезно, я не могу себе найти серьезно настроенную даму. Вот, по крайней мере, вот в данный пережуток, фу, пережуток, промежуток, момент времени я не могу себе найти, и уже сколько, я говорю, мастодон, онлайн знакомство, уже столько там пересидел, не могу найти. Не могу, все, все, И уж тем более, если я указываю сразу же свои намерения. Вот это меня еще поражает. Девушку, ну, или там, отношения, вот, допустим, девушка говорит, она ничего не ищет, не надо искать отношения, они типа сами придут. То есть, там, ну, понятное дело, под лежачий камень затечет вода, там, рано или поздно, ну, действительно, рано или поздно, может, они и придут сами, когда вот просто нихрян не делать, просто по улице идти, да, там, в людных местах, а потом оказывается, что это вообще афера какая-то, аферизм, афирмация, аферист, там, да, получается, ну, черные риэлторы. То есть, ну, как понять, что отношения не нужно искать, девушку не нужно искать. Нужно себя развивать, девушка сама придет. Ну, как вот, ну, давайте разберемся, раз на то пошло. Ну, давайте, вот, считайте, сейчас я буду прокачиваться, там, дома, опять же, то есть, качаться, книги читать, вот у меня так будет все, что я, одни руками качаюсь, ногами приседаю, тоже, и читаю, там, классическую литературу, да, на дне, наша ситуация на дне, значит, произведение Горького, да, Макса, читаю на дне, находясь на дне, вот так вот и качаюсь, качаюсь вообще, это такой, челик крутой, качаюсь, 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 даже если я что-то буду при этом делать, уже, уже это ошибка, я выхожу на улицу уже, да, то есть, нужно же ничего не делать, любовь сама притянется, ну, вот я выхожу уже на улицу, такой, накачавшись, начитанной, и что нафиг, кому она нафиг нужна, кому-то нафиг нужен, со своим Максом, м? Ничего же не изменилось, блин, глобальная ситуация в нашей стране, в нашем мире деструктивно, не изменилась, было ли раньше по-другому, раньше было, понятно, дело лучше, еще вот эти вот, не было соцсетей, не было сайтов знакомств, главного, сайтов знакомств, они убивают, серьезные отношения, они убивают просто, даже вот последняя девушка, которая настроена серьезно, она исчезает, у нее размывается, ее же это мировоззрение, и все, она уже настроена просто там, с кем-то попереписываться, а может быть с кем-нибудь, шур-эмур и так далее, вот эти вот шуры-муры я терпеть не могу, давайте-ка, ребята, в общем, мораль всего видео, это вообще, оно адресовано, разумеется, в первую очередь, к девушкам, а и к парням тоже, давайте, вот без этих вот, как можно с большими, там, переепстись, да, все будем настроены серьезно, и на берегу указывать, показывать свои намерения, так-то, конечно, вот у меня ситуация, например, патовая, да, в данный момент, ну, абсолютно, то есть, у меня даже не спасает, вот эта вот штучка, магнитик с городом Золотибор, вообще не понимаю, откуда он взялся, и с сердечком, то есть, у меня это, вот это вот ожерелье, да, джерело, джерело, источник, да, як украинскую мову, это если, если его куда-нибудь, этот источник припихнуть, соединить вот это вот сердце с этим, то магии не случается, понимаете? Ну, где обратная реакция, а дальше, где любовь? Я вот так вот держу, то есть, тут все, действительно, патовая ситуация, и нужно делать вещи, которые с большим шансом уже поспособствуют изменению жизни, да, вот этой вот, и казалось бы, начни читать там в запой, да, качаться, и вот, вот эти, вот эти действия, да, нет, это совсем не те действия, возможно, даже какая-то случайность, случайность будет гораздо профитней, да, в выходе из этого, как мы называем уже, да, благодаря аудиоэры, в карлическом состоянии, карличинского, то есть, там, это женский, мужской род, и она нас спасет, я еще раз говорю, 2024 год, это год офлайн-знакомств, это единственный год, единственная надежда, и единственного же спасения, потому что я провозгласил, что почти каждый из нас, кто в теме, кто шарит, да, он спасется, будет спасен, по крайней мере, в этом году будет такое количество ситуации, судьба давать, и ты сам, выходи на улицу и действуй, это мне тоже надо, не проебывать, как я вчера в метро, да, целый день ногти сегодня, локти, точнее, кусаю из-за этого, будет куча таких именно офлайн-ситуаций, когда можно действовать, даже банально просто в магазине, в очереди, там, на кассе, шестерочки и так далее, понимаете, в общественном, этом, транспорте, долбанном, в метро, которое, вчера, ну, говорю это, в общем, меня докончило окончательно, то есть я, это было единственное, вот не надо еще воспринимать, это из-за того, что у меня такое маленькое количество, там, потенциальных бенефициаров, ну, активов моих, пенетро, пенетрация, пенетрейшн, то есть, из-за малого количества я воспринял вот это, как единственную возможную, больше никогда не будет, никогда не такой, я упустил шанс познакомиться с единственной девушкой в моей жизни, будущей, и теперь у меня не будет больше никогда, уж точно лучше никогда не будет, будет, там вообще, крокодил, крокодил-дэнди будет, то есть, исключительно, я достоин только крокодиловского, дэнди ского состояния, все, я, как там, омега, я омега, омега-б3, либо нуклеиновые кислоты, я пропадаю, за что мне это, за что, а я скажу, за что, не за что, за просто так, за просто хуй, как говорится, размотались, понюхайте, понюхайте, оооо, между прочим, это элитнейший аромат, у меня тут, вот такая вот маленькая штучка, она 2,5 тысячи стоит, кубинская ваниль, кубинская ваниль, милитая комедия, филитая комедия, мексико, флексико, так что, давайте, как бы, не будем скучать, помолимся, за нас, друзьяшки, девчашки, не будет все у нас в 2024 году сурьезно, сурьезно, нам не хватает сурьезности, нам нужно сурьезно, сурьезно, чтобы все было. С вами был Александр Кузьмин, мои соцсети, где все сурьезно, где, кссы, я серьезный человек, я вообще в видео про другое хотел сказать, забыл самое главное, но я уж не буду размазывать таракана по тарелке, мои соцсети будут, в описании, я сейчас буду в каждом видео прикреплять первый комментарий со своими, со своими ВКонтакте, возможно, со своим Инстаграмом, запрещенным Инстаграмом и Телеграмом. Наше сообщество, оно как бы, оно как бы, это оно.